Первый канал и компания «Телеформат» представляют. Да-да, а вы как, посоветоваться хотите или что? Что у вас за дело? Наташа, когда шеф обещал быть? Но он же с отчетом уехал к клиенту, кто знает, сколько это может занять времени. А, да, скажите, а у вас дело срочное? Ах, вот оно как, да? Ясно. Давайте так поступим. Я его помощник, сейчас к вам подъеду. Вы где? Ну да, конечно, знаю. Я там буду минут через двадцать. Хорошо, сквер около перекрестка. Да. Катя, а как я вас узнаю? Ясно. До встречи. Потенциальная клиентка? Ну, вроде того, будет меня ждать. Там что-то непонятное, вроде она какого-то гады хотела на чистую воду вывезти, что-то там не срослось. Я с ней поговорю, а потом шеф пускай сам разбирается. Ты ему набери пока, а я побежал. Ну что, где твоя девушка? Да вот договорились в сквере встретиться, но ее нет, я ждал. Где ее искать? Не знаю. Хотя, я когда с ней по телефону разговаривал, там такой шум был характерный, вроде строительных работ или отбойного молотка, что-то в таком духе. Отбойный молоток? Я когда ехал, там в переулке с ремонтной работой ведутся. Мне еще объезжать пришлось. Ну, пойдем посмотрим. Постой-ка. Вроде стонет там кто-то. Ну, пойдем посмотрим. Слушай, ты глаза-то разуи, а! Куда прешь? Извини, брат, тороплюсь. Подожди-ка, подожди-ка. Давай-ка за ним, похоже, он сумочку у кого-то подрезал. Алло, скорая? Пятый угловой переулок за гаражами. Молодая девушка без сознания. Да нет, похоже, ударили ее по голове. Я в полицию сам позвоню, вы только приезжайте быстрее. Алло, Ром, там повнимательнее. Похоже, этот мужик ударил девушку по голове. Роман нашел бродягу в паре кварталов от места преступления. Смотри, какая стонка-то. Сама отсюда. Сегодня же две бутылки пива прошу. Сюда, иди. Эй, мужик, что, блин, отвяжись? Я тебе сейчас так отвяжусь, мало не покажется, понял? Да ладно, ладно, иду себе за пиво, никого не трогаю. Чего пристал? Не трогаешь, да? А девчонку кто огрел по голове там, по дворе? Не ты? Какую девчонку? Где? Никого я не трогал. Не трогал, да? Это что? Стой ровно. Девчонку, значит, по голове, да? А сумку решил на пиво разменять. Очень интересно. Ага, а содержимое-то где? Тоже уже, небось, где-нибудь? Да пустая она была, вот тебе крест. Я ее на газоне нашел, клянулась. Ну, ты не дешевая французская. Горлышка нигде нет, понятно. Там же отпечаток. Алексей Викторович, ну вот этот уродец. Сумку пытался продавщица из ларька продать. Сумка пустая. Подожди, а вот здесь что там, в кармашке? Студенческий билет Боброва Екатерины Андреевны, медицинский институт. А что врач сейчас с Колей сказал? Сотрясение мозга, по голове ударили бутылкой. Удар вскользь пришелся. А сумочку ты где взял? Да говорю же, там на газоне нашел. Пойдем покажешь. Ром, дожди здесь группу. Пойдем, пойдем, пойдем. Звать-то тебя как? Обитаешь где? Боря звать. Обитаю. Наша крыша небо голубое. Так уже два года. Ну, вон. Вот здесь сумку-то я и заприметил. Вот, похоже, из сумки выпало. Ключи. Не знать бы еще, от какой квартиры они. Деньги. Так, а это что? Квитанция, квартплата. На имя Угарова Елизаветы Викторовны. Серпуховская, дом 6, квартира 43. Последний вызов в телефон нашего офиса. Значит, наша клиентка. Знать бы еще, зачем эта Катя к нам шла. Алло, Наташ, записывай адрес. Да, записала. Серпуховская, 6, Угарова. Проверь по адресу городской телефон. Мы, похоже, здесь зависли надолго. Давай, до завтра. Ну что, я по дороге заезжал в полицию. Жалко этого бродягу, Борю. Да ладно вам, Алексей Викторович. Ну, нашли кого жалеть, а? За последнее время в районе было три подобных случая. Нападение бродяк на женщин. Во всех трех случаях били бутылкой по голове сзади. Представляете, какой подарок. Это Боря для следствия. Я думаю, сейчас на него усиленно все эти три эпизода вешают. Так так ему и надо. Вот ты себе как представляешь, да? Боря пошел в магазин, купил бутылку вина за 800 рублей. Разбил ее об голову девчонки. Ну, полицейские же предположили, что он эту бутылку мог и найти. И не выпил, да? Ты сам-то в это веришь? Хорошо, что следователь это понимает. Ну ладно, с этим мы разберемся. Давай дальше. Он забирает у Кати сумочку, выкидывает из нее кошелек с деньгами, мобильный телефон, да? Ты на Серпуховской дозвонилась? Звонила пару раз с утра, но никто не брал трубку. Сейчас попробую. Алло, Елизавета Викторовна, Угарова, как хорошо, что я вас застала. Скажи, что мы сейчас подъедем. Ага, да, я вас сейчас догоню. Елизавета Викторовна, я вам по поводу Кати Бобровой звоню. Наташа выяснила, что Угарова сдавала Кате комнату. Присаживайтесь. Спасибо. Елизавета Викторовна, я так понял, вы же Кате комнату сдаете, да? Да три года как уже. Как она приехала к нам поступать в институт, так и сдаю. Много не беру. Понимаю ведь, студентка. На стипендию не больно, ты разгуляешься. При ней вчера была квитанция на оплату квартиры и деньги. Я просила Катю заплатить. Сама опаздывала на работу, вот и попросила. Скажите, а у нее был друг? Ну, в смысле, парень? Господи, помилую, как вспомню, так сдрогну. Аж сердце заходится. Меня чуть удар не хватило, как я его увидела. Кого его? Ну, по виду, ну, вылитый сатана. Лицо разукрашенное, губы черные, глаза подведены. В Староградском переулке дело было. У меня там сестра живет. Навещала я ее. Гляжу, наша Катя с этим из какого-то подвала выходит. Так, ну, вышли и что? Ну, поначалу-то они просто разговаривали. А потом он разъярился. Как толкнет Катю. Катя упала. А сам опять в подвалы вшел. Елизавета Викторовна, а мы можем осмотреть Катю на комнату? Да, пожалуйста. Проходите. Ну вот, здесь Катя и живет. Занимается целыми вечерами. Но последние дни десять я ее мало вижу. Целыми днями где-то слоняется. Приходит домой поздно. Что-то сидит, все пишет, чертит. А вы не знаете, где она хранит эти записи? Да вот здесь, вот в этих ящиках она где-то все и хранит. В папочке такой у нее было все, в красной. Не знаете, где эта папка может быть? Ой, да у нас вчера в форме на сумасшедший дом был. Проспала я. На работу опаздывала. Торопились, все кругом, кувырком. Катя тоже опаздывала. Схватила из папки бумаги, сунула в сумку. А папка где-то здесь была. Ведь никаких бумаг я там не видел. Не в том месте, где нашли содержимое сумочки. А я все очень тщательно осмотрел. Да и полиция потом тоже. Ну, видимо, эти бумаги были кому-то очень нужны. Взгляните, это? Это, это. Она самая. А вы не знаете, что вот это может означать? Ребус какой-то. Головоломка, что ли? Да, прям головоломка какая-то. Ангелада, могила, аид. Царство мертвых у древних греков. Какой-то зэк, труп. В середине паук. ГОТМ. А это как-то связано с состоянием Кати? Ты фотографию вот этой схемы Рома отправила? Да, сразу еще из квартиры Угаровой. Катя Боброва обратилась к детективам с просьбой помочь ей в неком запутанном деле и договорилась с Романом о встрече. Но в это время на нее напал неизвестный и ударил по голове бутылкой вина. Катя в больнице с сильным сотрясением мозга и врачи не допускают к ней посетителей. Единственная зацепка, обнаруженная дома у Кати, головоломка. Ром, ты фотку Ребаса получил? Да, получил. Спасибо большое, Наташа, тут голову можно сломать. В общем, я тут перерисовал как смог, но что вся эта абракадабра может означать, я не понимаю. Ну, что-то она дозначит. Иначе зачем бы Катя хранила эту схему в папке с пропавшими документами? Я вот тут пока версию этих ГОТов отрабатывал, ну, полазил по их сайтам. И что, есть что-то интересное? Ну, вот смотрите, Фрай. Этот ник часто мелькает на их загробном форуме. Неделю-две назад она зазывала дружков на концерт готической рок-музыки. Тусовка должна была пройти в могиле. Могила. Круто. И на каком кладбище? Да нет никакого кладбища. Это один кабачок, так называют, ну, привычное место их тусовки. Еще у них там подвальчики есть. Так, секунду. Ангелада появился в онлайне. В каком качестве? В качестве лидера рок-группы он в этом подвале выступает. Вот полюбуйтесь на этого красавца. Сатана, да? С которым Угарова увидела Катю в этом переулке. Наташа, распечатай фотографии этого красавца и давай к Угаровой. Я в могилу. Нерноватый ли? Освежаться начал, а? А ты что, из общества борьбы за отрезвость? Да, если рано пить начинать, можно в ящик сыграть. А я уже мертв. Тебе не понять. Иди себе, не мешай. Я с духом Влада Дракула общаюсь. А, графу привет передавай. А сорт-то тот же самый. Значит, здесь вот ты выступаешь, да? А ты мужик адресом не ошибся. Здесь, знаешь ли, не филармония. Гуляй себе, покойся с миром. Чего пристал? Да нет, хочу автограф от тебя получить. Ты же личность известная. Давай-ка вот здесь вот внизу черкани. Если пока не забыл, как буквы пишутся. Ну не пойти ли тебе куда подальше? Ой, больно! Больно! Конечно, больно. Это тебе не девушек. По голове сзади бутылку выдарять. Слышишь ты, пугало огородное? Я частный детектив, и меня очень интересует, что тебя с этой девочкой связывают. Знать ее не знаю. Ты же видишь, телка не из наших. У нас тут девки другого сорта тусуются. Понятно. Да. Алексей Викторович, я от Угаровой. Она его опознала. Ну давай-давай тогда, подъезжай сюда. Наш свидетель видел несколько дней назад, как ты с его с этой девушкой выходил из подвала и ссорился. Да я ее только пихнул слегка, она с копыт свалилась. А вчера на нее напали. Ее ударили бутылкой по голове. Где ты был вчера вроде в 8 вечера? Не помню. Ну, знаешь ли, тем хуже для тебя. Сейчас я тебя отвезу в одно местечко, где очень хорошо съезжает память. Называется «Следственный изолятор». Там, знаешь, публика такая простая сидит, без затей. Скучно им там очень. Я представляю, как они обрадуются, когда вот такого клоуна уйдут. Да ладно, я знаю эту девчонку. Была она здесь, ну, пристала как бы на лист к заднице. Что она хотела подать тебе? С кем я сплю, хотела узнать. Ну, кроме Фрай. Прикинь, я ее послал куда подальше. А Фрай это кто? Ну, это Олька Аникина. Она учится в гуманитарном университете, а живет тут недалеко на Луковниковом переулке. Ну, ладно. Ну, что, этот ангел Рада кое-что мне рассказал. Ну, придется тебе встретиться с этой готессой Фрай. Думаете, мне пойдет готический макияж? Я думаю, ты будешь просто неотразима. Да, кстати, он сказал, что видела Катю и Фрай вот здесь в подвале. Ну, она спрашивала у ангелады, у нее кто с кем спит в этой загробной компании. Да, опасно. Тусовка-то совсем не мирная. Если приставать с такими вопросами, можно и нарваться. Так что давай там поосторожнее с этими готессами. Алексей Викторович, я по поводу вот этого фрагмента ребуса. АИД. Эти цифры – это автомобильный номер. Зарегистрирован на Анну Ивановну Дорошину. И, кстати, она студентка третьего курса гуманитарного вуза. Опять гуманитарный. Готесса тоже там учится. И, кстати, тоже на третьем курсе. Как еще раз говоришь хозяйку машины зовут? Анна Ивановна Дорошина. Ну, вот смотри. А, ИД. Анна Ивановна Дорошина. Тогда. Тогда ОСА. Ольга Сергеевна Аникина. А для своих – фрай. Ну, так надо с этой Дорошиной поговорить. Если она есть на схеме, значит, Катя и с ней тоже контактировала. Кстати, адрес я пробил по базе ГИБДД. Поэтому могу к ней смотаться. Давай. А ты не из наших. Впервые тебя вижу. Ну, я из города, из другого приехала. А ты такая известная фигура в тусовке. Вот, поджидаю тебя, решила познакомиться. Угу. Нашла меня как? Через сайт. Так ты народ зазывала на концерт. Вообще так вам хорошо. Такая у вас офигенная рок-группа. Вот у нас такой нет. Ну, я имею в виду Ангела Ада. А познакомишь меня с ним? Да пошел он, сволочь. Он, наверное, сейчас в могиле тусуется. Дерьмо собачье. Убить его мало. В могиле? А может быть, подскажешь адрес могилы? У меня здесь еще сеструха есть. Ну, такая же, Катя. Она в мединституте учится. Катя? Ты, тварь, ты кто такая? Ты что под готов косишь? Я сразу поняла, ты не из наших. Что ты тут выпытываешь? А-а-а! А-а-а! Алло, Алексей Викторович. Ну, машина дорожная на месте. Судя по всему, она дома. Так зайди к ней. Вот, она появилась. И, по-моему, она нервничает. Ладно, я посмотрю, куда она собралась. Алло, лаборатория? Скажите, а мои анализы готовы? Дорошина моя фамилия. Хорошо, жду. Готово. Хорошо, я сейчас заеду. Ты мне первым делом расскажи, что у тебя зуб-то на этого ангела ад? Слышь, ты, еще раз ты про этого урода вякнешь, я за себя не отвечаю. Так, ну, я поняла все. Но все-таки у вас такой совет да любовь. Любовь? Блин, в могиле, в подсобке, после концертов. Мы с ним там частенько. Ну, понимаешь? Ну, понимаю. С милым рай в шалаше. И в подсобке рай. В шалаше. Только он там, знаешь, сколько тёлкам приходовал? Вот и подцепил где-то. Что, спит? Типун тебе на язык. Обычная зараза, лечится. Ну, что, пошла сдаваться. Куда? В какой диспансер? Там, во второй. Ну, что, там пить нельзя? А тут такая миссис-сестрица твоя, Катя, подваливает. И давай расспрашивать, кто я, где я, в каком состоянии была. Чуть не убил её. Слушай, а паук-то это тоже из вашей готической тусовки? Нет. Паук – это совсем другого поля ягодка. Про него болтать себе дороже станет. Ладно, всё, хорош трепаться. Достала уже. Я пошла. Давай. Чёрт. Алло, Верка. Это я. Ты сегодня к пуку собиралась? Что? Нет, тормози. Я тебе сейчас подъеду, всё объясню. Давай. 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 Алексей Викторович, можете говорить? Ой, да тоска, никакой мистики. Всё прозаично. Наташа рассказала Насонову о разговоре с Фрай. Так, значит, пометка ИБ-1456 – это, скорее всего, история болезни этой Готессы на схеме Кати. Наведаться туда? Ну, не знаю, есть ли смысл. Вообще, в этих диспансерах всё сугубо конфиденциально. Но для очистки совести сходи. Ведь Катя-то каким-то образом была знакома с этой историей болезни, раз её пометила на схеме. А вы сейчас где? Я рядом с управлением. Звонил следователь по делу Кати Хохлов. Похоже, у него обвинение против этого бродяги рассыпается. Спрашивал, что у нас есть, просил зайти. На Катю Боброву напали, когда она шла на встречу с детективами. На месте преступления оказался бродяга Боря, которого и подозревает полиция. Но Боря, очевидно, невиновен. Ключ к нападению на Катю – головоломка, найденная у неё дома. Фрагменты головоломки указывают на Готов, Фрай и Ангела Ада, интимными контактами которых интересовалась Катя. Привет, Боря. Ну, как ты здесь? Да ничего. Вроде крыша на голове есть, и на том спасибо. Я говорил со следователем, с Хохловым. Ну, мужик, он вроде вменяемый, особых улик против тебя нет. Или всё-таки не пожалел французского вина ради сумки? Да не в жизни. Ладно, ладно, верю. Ну что, я тебя поздравляю. Хохлов сказал, ты со мной поговорить хочешь? О чём? Ну, вот в чём дело. Понимаешь, ты вроде нормальный мужик. Ко мне по-человечески. Со мной уже давно, как с человеком, не разговаривали. Следователь мне фотографии предъявил. Женщин, у которых напали. И что? Так, девчонку эту, последнюю молоденькую. Вчера видел я её. Она? Где видел, когда? Ну, там, в угловых переулках я по помойкам шарил. Она шла через двор, звонила кому-то по мобильнику. Развернулась и пошла в другую сторону. Ну, это, скорее всего, после разговора с моим помощником. Так, а дальше что? А больше я не видел. Ну, за ней какой-то мужик шёл. Ну, так на расстояние. Типа, ни при чём он тут. Но он точно за ней шёл. Точно. А что, за мужик ты сможешь его описать? Извини, друг, извини. Я его только со спины видел. Ну, большой, толстый. Если увижу, узнаю. Наташа тем временем приехала к доктору Калугину из второго диспансера. Господи, что это с вами? Дитя моё. С того света сбежали? Да нет, просто прониклась готической культурой, знаете ли. А вы не первая из этой компании, кто к нам заглядывает. А я знаю. Ольга Сергеевна Аникина. Ещё известная как Готесса Фрай. Да. Ну, слушаю вас. У вас проблемы по нашей части? Не-не-не, чур меня чур. Я помощница частного детектива. А, понимаю, понимаю. Шутка? Нет. Я на самом деле хотела у вас спросить, знакома ли вам вот эта девушка. Посмотрите, пожалуйста. Катюша Боброва, она у нас практику проходит в диспансере. Прекрасная девочка, толковая, работящая. Со временем станет хорошим специалистом. А что такое? Что? Её почему-то не было сегодня на работе. Это на неё не похоже. Понимаете, на Катю вчера напали. Чуть не убили. Она в больнице сейчас. Кто напал? Почему? Такая милая девочка. Пока Катя проходила у вас практику, она вот кое над чем работала. Так это похоже на составленную Кати цепочку. Цепочку? Ну да. Понимаете, когда к нам приходит больной, мы обязаны составить цепочку его интимных контактов. Это для того, чтобы отследить, как передавалась болезнь. От кого к кому. Вот смотрите. Всё началось с какого-то ангела ада. Затем передалось осе. От неё к пауку. Ну а дальше болезнь идёт гулять. Ага. Где-то рядом с гуманитарным университетом. Только вот при чём здесь гроб? Гуманитарный, говорите? Тогда понятно. У меня там племянник учится. Гробом они называют старое общежитие. Здание-то действительно похоже на гроб. Видимо, Катя ещё помечала и места контактов. Ясно, доктор. Спасибо вам большое. Вы очень помогли. Наташа сообщила Насонову, что головоломка – это цепочка распространения венерической болезни. Насонов дал Наташе после того, как она переоденется, задание – поехать в гуманитарный институт, чтобы получить больше информации по всем звеньям цепочки. Аня, ну ты где пропадаешь? У меня времени в обрез. Тише. Едешь – дальше будешь. Хватит. Мне к пересдаче надо готовиться. Чего ты хотела-то? Вот. Полюбуйся. Это что, правда? Чёрно-по-белому написано. Подпись вон на печать. Ань, как трудно представить, что бы было. У меня же Артём завтра из командировки возвращается. Ну, жених мой, у нас свадьба через неделю. Если бы только… Развод и девичья фамилия у тебя была бы. Ань, спасибо тебе большое. Спасибо, что тормознула. Алексей Кириллович. В общем, Вера Петрова. Роман рассказал Алексею Насонову о встрече девушек. Квартира номер 6. Петровы. Проживают мать, отец и Вера, студентка гуманитарного университета. Ну, получается, что цепочка, которую выстраивала Катя, так и вьётся вокруг этого вуза. А в центре, как положено, паук. Ну что, я смотаюсь туда? Нет, этим Наташа занимается. Ты вот что, ты сейчас спустись, у меня в машине в багажнике старые тряпки лежат. Я на дачу собирался отвезти. Переоденешься. Зачем переодеваться? Будешь патрулировать территорию вместе с Борей. Он тебя за парковкой ждёт. Ну, что, издеваетесь, Алексей Викторович? Я издеваюсь. Вчера Боря видел там мужчину, который шёл за Катей. Может быть, повезёт его встретить. Да, уж давненько я в бомжа не наряжался. Ну, тогда, может быть, на пиво? Ну, для пущей натуральности, трезвый бомж, это же как-то... Я для пущей натуральности, знаешь, тебе лучше сейчас синяк под глазом поставлю. Это будет более убедительно. Я сам нарисую. В течение часа Роман и Боря слонялись по дворам в районе угловых переулков. Ну так, присоединяйся. Тут неподалёку в подвале ночую. Место для тебя найдётся. Слушай, предложение, конечно, заманчивое. Ой, сколько мы тут сидим, сколько народа прошло, а? И всё не туда, всё не в кассу. Ну, ей-богу, а уж полночь близится, а Герману всё нет. Подожди. Вон мужик, вроде он. Ну, точно он. Он вчера за девчонкой шёл. И с пакетом, и пакет... Всё-всё, сиди здесь, тихо. Я всё всё сделаю. Эй, дядя, дядя, стой, слушай. Выручи десятка, а? Трубы горят. Отцепись, бомжара. Пошёл вон. Да ладно, тебе ещё десятку жалко. Ну, посмотри, ты вон извинного с пакетом. Отцепись, бомжара. Сейчас полицию вызову. Да 10 рублей. Ну, чего ты взъелся-то так? Ну, говорю же, повру. Мочи нет. Приличному человеку уже и пройти нельзя. Отцепись. Алексей Викторович, у вас компьютер под рукой сейчас? Ну да, давай, что там у тебя? Ну, в общем, вычислили мы сбори этого мужика вчерашнего. Записывайте адрес. Угловой переулок. Дом 5. Квартира 17. Ну ладно, разберёмся. Алексей Викторович, была в учебной части. Кажется, я разобралась в Кате на головоломке. Это всё инициалы. Но смотрите. Фрай Дорошину мы уже знаем. Потом год. Год – это Галина Олеговна Трунова. Зэк – Зоя Эдуардовна Коломейцева. Это девчонки. Потом парни – Эмма. Эдуард Михайлович Обручев. И пёс – Павел Евгеньевич Соболев. А что это здесь за такая связь зэка с трупом ещё через лес? Лес. Это Лев Егорович Соливенко. Его заразила Зоя Коломейцева. И он тут же перекинул заразу своей подруге с двойной фамилией – Тамаре Романовне Ухановой Поповой. Получается, труп. Все девочки учатся на третьем курсе. Все они завалили один и тот же экзамен по спецкурсу. И все его пересдали. Кроме Веры Петровой. А с ней перед этим встречалась Аня Дорошина. И ведёт этот спецкурс? Станислав Аркадьевич Пауков. А вы откуда знаете? Это он за Катей шёл. Чёрт. Так получается, что Катя его вычислила. Наверное, кто-то из студенток проговорился. Но как нам его прищучить? Одно делают доверительные беседы тет-а-тет, а другое делают официальные показания. Мне кажется, они будут молчать, тем более болезнь. Неудобно. Есть у меня одна идея. Да вы сами подумайте, что вы мне предлагаете. Насонов уже полчаса убеждал Веру согласиться на его предложение. Мало того, что он увалил вас на экзаменах, а потом предлагал расплатиться натурой за пересдачу. Он человека чуть не убил. Такую же студентку, как ты. Да вы что? Вера, решайся. Станислав Аркадьевич, это Вера Петрова. Мы договаривались сегодня о пересдаче. Да, извините, припозднилась. Так могу я подъехать? Хорошо. Скоро буду. Вот и хорошо, вот и умничка. Главное, ни о чем не переживай. Все будет под контролем, и я буду рядом. Держи, это мини-камера. По дороге расскажу, какие полицы. Пойдем. По заданию детективов, Вера установила скрытую камеру и проследила, чтобы входная дверь оставалась открытой. Верочка, ты готова, милочка? Молодец. Ну, тогда приступим. Тяни билет. Где? А какой билет? Ладно, ладно. Я сам тебе его выдам. Держи. Помогает снять напряжение перед экзаменом. Да я не пью. Ну, как хочешь. Дело хозяйское. Ну, что, ты первый раз экзамен заешь, Верочка? Станислав Аркадьевич. Ну, Ерочка. Нет. Верочка, Верочка. Верочка, помогите. Ой, больно. Помогите, я помочь. Так, спокойно, советую не дергаться. Попытка изнасилования зафиксирована на нашу камеру, так что придется отвечать из-за совращения остальных студентов тоже. Вам фамилию их назвать? Какой-то бред. Это инсинуация. На помощь. Так, он неспокойно. А еще придется ответить за покушение на убийство вот этой девушки. Что вы несете? А, вы сумасшедший. Я доцент. Честный человек. На помощь. Она разоблачила вас. Пришла к вам вчера. Показала результаты своего расследования. Вы потом пошли за ней. Догнали ее. Ударили по голове бутылкой с вином. Что? Горлышко-то от бутылки с места преступления вы забрали. А остальные осколки там остались. Так вот, на стекле рядом с этикеткой остались отпечатки пальцев. И я уверен, что они совпадут с вашими. Вы хоть посмотрели бумаги, которые уничтожили-то? Какие еще бумаги? Убирайтесь отсюда, к черту. Извините. Так вот, из этих бумаг следует, что вам неплохо было бы врачу показаться. Какому еще врачу? Убирайтесь. Венерологу. Одна из ваших студенток, Ольга Никина, ну, на момент пересдачи, скажем так, была не совсем здорова. И я думаю, болезнь передалась и вам. Сволочь! Ты мне чуть всю жизнь не испортил! Паук чертов! Кровосос! В гуманитарном университете громкий скандал. Пауков с позором уволен, против него возбуждено уголовное дело. Катя поправляется после травмы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова